Лес у Эрнста Юнгера «Де Вальд». Прежде всего, следует сказать, что мы имеем дело с образом, а не понятием. Как автор, Юнгер принадлежит к широкому интеллектуальному течению консервативной революции. И, подобно многим её представителям, противоположности между чувственно-конкретным, пластическим с одной стороны и абстрактно-рациональным, концептуальным с другой, он неизменно занимает сторону первого. Современники вообще отмечали, что Юнгер — талантливый публицист, писатель, человек зрения. Юнгер видит, не мыслит. В этом смысле образ леса заключает в себе то преимущество, что открывает перед нами символическую реальность, которую можно постигать не только с помощью рацио, но и с помощью воображения, с помощью снов, в религиозных гимнах, в мистических прозрениях, одним словом, поэтические. Поэтический язык, язык мифа более архаичный, более изначальный, чем язык логоса. Язык Юнгера в этом смысле не дискурсивен. Он предлагает каждому читателю поупражняться вместе с ним в стереоскопическом зрении, увидеть в поверхности глубину. Приём, который Юнгер сам называл магическим реализмом. Известно, что мифопоэтические бинарные противоположности вообще более изначальны, чем такие бинарные оппозиции рационального мышления, как добро и зло, нечётная форма, материя. Собственно, лес — это и есть та доконцептуальная стихия, из которой вырастает понятие материи у Аристотеля — Юля. В эссе «Уход в лес», где впервые вводится это понятие, или образ, или мифопоэтический образ, Юнгер имеет дело с феноменом государства позднего модерна, которая претендует на тотальный контроль и манипуляцию своими гражданами. Здесь одна из ключевых оппозиций — это оппозиция корабля и леса. Что такое корабль, шиф? Вообще метафора корабля всегда использовалась для обозначения государства, по крайней мере, в европейской культуре. Кормчий, рулевой — это не только руководитель судна, но и руководитель государства. Немецкий философ Ханс Блюменберг, современник Юнгера, который неплохо знал и довольно высоко ценил его творчество, исследовал историю этой метафоры в книге о кораблекрушении и истолковал её как экзистенциальную метафору, как метафору жизни человека в социуме. Корабль у Юнгера символизирует скорее титаническую цивилизацию, цивилизацию титанов, из которой ушли боги. Лес, как противоположность корабля, — это не государство, это полностью аполитический топос. Если попробовать найти в эссе «Уход в лес» какие-то определения того, что есть лес, то самым распространённым определением станет место свободы. Я процитирую. «Место свободы вовсе не там, где просто существует оппозиция, и также не там, куда можно добраться бегством. Мы называем это место лесом». Здесь обретаются иные средства, помимо того «нет», что ставят специально предусмотренный для этого кружочек. В самом начале эссе Юнгер много говорит о том, какие способы есть у одиночки, единичного человека сказать «нет» государству, которое претендует на его голос и, в конечном счёте, конечно же, на его жизнь. «Воображение», — говорит он, — в другом месте, и вместе с ним песнопение относится к лесному пути. «Корабль» обозначает «временное», «лес» — «вневременное», «надвременное бытие». Что же касается его местоположения, то лес повсюду. Лес и в пустынях, и в городах, где лесной путник живёт в укрытии или под маской той или иной профессиональной деятельности. Лес и на родине, и на любой другой земле, где можно вести сопротивление. Лес прежде всего в тылу самого врага». Конец цитаты. Это очень мощный отрывок, который показывает, что лес как образ можно найти в самых разных местах и в самых разных видах деятельности. Лес — это, собственно, лес, где растут деревья. Лес может быть в трущобах города. Лес может быть в наркотиках и опьянении. Лес может скрываться и в символе креста, животворящего древа Господня. Но в любом случае лес связан с уходом в лес и образом лесного путника. В этом смысле мы имеем дело с очень динамичным образом. Кто такой ушедший в лес? Девальд Генгер. Лесной странник у Юнгера — это единичный человек, который заявляет своё право на сицессию, на выход из сложившихся социальных и государственных отношений. Оптика Юнгера вообще очень интересна своими переключениями от анализа нигилистических проявлений модерна к различным литературно-имагинативным сценариям ухода, уклонения от навязываемых норм и требований к информизму. В этом смысле я трактую уход в лес как выход из метрического, расписанного, распланированного пространства. Выход куда? В место изобилия. Назовём его так. Ещё одна цитата. «Преодоление страха смерти есть также преодоление любого другого ужаса. Они все имеют значение только в связи с этим основным вопросом. Поэтому уход в лес есть в первую очередь уход смерти. Он ведёт прямо в направлении смерти, и даже если потребуется через неё. Лес раскроется как сокровищница жизни в своей сверхъестественной полноте, если удастся пересечь эту линию. Здесь покоится изобилие мира». Конец цитаты. Мы видим, как в этом пассаже связывается изобилие, полнота и образ смерти. Причём трактуется смерть в позитивном ключе как великий переход от временного бытия во вневременное бытие, как переступание через стену времени. Образ времени тоже чрезвычайно важен для раскрытия образа леса. В лесу время течёт иначе. И для этого лучше всего можно было бы использовать знаменитую легенду о монахе из Гейстербаха, к которой обращается Юнгер. Один монах из монастыря в Гейстербахе задумался о сущности времени и пространства. И тогда Господь увёл его в лес. Погружённый в свои думы, он присел на пень и уснул, убаюканный пением какой-то волшебной птицы. Проснувшись от своего сна, который показался ему лёгкой дремотой, монах вернулся в свой монастырь, но к своему удивлению обнаружил, что там его никто не узнаёт. И лишь один книжник вспомнил, что в монастырской библиотеке где-то читал выдержку из хроники, в которой говорится об уходе одного монаха в лес, и этот монах не вернулся обратно. Монах из Гейстербаха понимает, что речь идёт о нём самом, и тогда он умирает, он представляется из жизни временной в жизнь вечную. Лес, сон, опьянение в этом смысле оказываются лишь ступенями и лестницами, которые ведёт к смерти, точнее говоря, к великому переходу через стену времени из временного в безвременное, к источникам бытия, источникам изобилия. В лесу человек встречается с самим собой.